Я же говорю, идут отписки тупорылые вообще. Отписки идут. Туда-сюда гоняют, как мячик. Вы вот этих лиц должностных, которые нарушают законодательство и пишут отписки, выявляете? Вы их фамилиями, имена, отчества озвучиваете в интернете? Вы их в видеороликах показываете, чтобы было их лицо, фамилиями, отчества и какое должностное преступление он совершил? Ну, потому что они прячутся от нас. Ребята, ребята, тут речь не об этом, не о верховном суде, а о том, куда вам дальше двигаться. Потому что вы очень много делаете, я так понял, и у вас ничего не получается. Вопрос в этом, правильно? Так вот, вы как раз нас поймали на том, что мы как раз вот сейчас этим и занимаемся. Вы его будете допрашивать, вы его прям вызываете, делаете ходатайство, вызвать в качестве свидетеля. И прям допрашиваете его. Для любой прокуратуры это ЧП мирового масштаба, масштаба страны всей. Об этом сразу сообщается в Генеральную прокуратуру. Это значит, не соответствует должности, это значит, есть все основания его уволить, правильно? И показать это в прямом эфире все, понимаете, как он перед вами отчитывается. Вот это давление суда, вот этой обстановки, не каждый выдерживает. И там люди аж заикаются, я сам это видел. Заикаются и слова теряют, и мэкают, и акают, и бэкают. Вот вам действенный способ. Я сейчас иду этим путем, и пока все получается. Делайте свои YouTube каналы, рассказывайте о результатах конкретных. Инструкции давайте народу. Делитесь успешным опытом. Просвещайте народ. Не просто адвокат нужен, вам нужен адвокат, который пойдет против системы. А таких адвокатов нету. Ну, по сути, да, это идет нападение. Вы уже в суд не как там ответчик или как слушатель идете. Вы идете как истец. Это они перед вами будут оправдываться, понимаете? Вы будете руководить процессом. И вот прокурор Балин будет первопроходцем в этом деле. Всем привет. Беседуем с людьми из другого региона. Представьтесь, пожалуйста. Владимир с Кабардино-Балкарии. Город Прохладный. Светлана, Самарская область. Ага. Владимир, смотри, ты говорил, что у вас там народ отчаялся, не знает, что делать, и разделились на два лагеря. Первые... Да, два лагеря. В общем, суть такого плана. Одни говорят, надо писать, писать, писать во все органы, структуры. То, что мы и делали два месяца или три месяца, не останавливаясь, да, нашего человека, в общем, взяли в плен безосновательно по 318-й статье УК РФ, часть первая, значит, нападение на сотрудника. На самом деле, на видео видно, видеофакт в присутствии того, что она просто инстинктивно прикрыла свой живот, отодвинулась от него, и все, как мать. А они сфабриковали, значит, в ее розыск, посадили, и вот сейчас удерживают. Материалов дела ничего нету, кроме заявления его и решения Верховного суда, то, что ее выпустят из-под тражис. Поэтому в районе, в городских судах, они, в карманных судах, проводят, значит, скрытые заседания, закрытые нас туда никого не пускают. Активируя, что это юридикция суда, так решила, или, допустим, ходатайство следователя, чтобы проходило закрытые судебные заседания. На основании чего-то тоже не рассказывают. Вы знакомились с материалами дела, определение видели о переводе заседания в закрытый режим? Нет, это тоже не дают заявление, мы подавали в инфоцентр их, дайте нам, значит, определение суда, тоже не дают, все тянут, ни отписок, ни приписок, то есть это какая-то структура закрытая, в игре ее нету, этого суда. Это все понятно. А второй лагерь у вас, что, люди просто отчаялись и не знают, что делать? Люди отчаиваются, говорит, хрен описать, им же, на них же, вот-вот писали, писали, и что, какие-то тупые отписки незначительного там характера, то есть не понимаем, что вы от нас хотите, если вас не устраивает ответ, подавайте на нас суд, или обжалуйтесь выше. Подожди, я подведу итог, у вас получается два лагеря, первый хоть что-то делает, но мало что получается, второй вообще ничего не делает, и при этом отчаялись. Антон, извини, пожалуйста, мы не то, что хоть что-то делаем, мы делаем все грамотно, все совета, принимаем решения, пишем во все структуры, какие только ты знаешь. Судя по реакции суда, подожди, Владимир, судя по реакции суда, что вас не допускают, там переводят закрытый режим, вы не знакомитесь с материалами дела, вы не видите постановлений, вам вообще ничего не показывают, вас заседание не пускают, действуете вы безграмотно, я делаю вывод такой, я, конечно, не видел ваших документов, но либо вы обжалуете действие неправильно, либо что-то не так делаете. У нас все получается, мы все освещаем, и это с каждым разом все лучше и лучше получается. У нас, может, регион более тяжелый, но это надо изучать, смотреть, проверять ошибки наши, возможно, мы обменяемся этим непосредственно документами, если что-то будет, там такое подскажешь. Антон. Да, слушай. Ирина. Это Ирина. Дело в том, что в Следственном комитете нам сказали, что все будет нормально, нам просто затыкают рты, чтобы мы там много чего, но мы все время туда носим им всякие заявления, не заявления, а требования всякие. Они нам обещают, но делают суды и скрывают от нас, и суды делают закрытыми, якобы Следственный комитет выставляет ходатайство, чтобы суд был закрыт, и поэтому туда не пускают. Спрашивая у Следственного комитета, они указывают на юридическую суда. Подождите, вы, если вам объявляют закрытый режим, вы должны ознакомиться с материалами дела, где присутствует определение о переводе закрытый режим. Вы ознакомились с материалами дела? Нам материал дела не дают. Мы написали, но они нам их не дают. Вы как написали, через что? Каким образом? Через начальника Следственного комитета. А при чем тут начальник Следственного комитета и материалы дела в суде? Нет, мы в суд писали, почему и в суд относили. В суд, как вы писали? В информат заносили, обращение, информат. Что такое информат? Ну, у них там канцелярия, которая дает информационный материал о судебных процессах. То есть, через канцелярию подавали письменное обращение, правильно? А, правильно. У вас отметка, вторая копия есть с отметкой о принятии? Есть, есть, есть все. И вас до сих пор не ознакомили с материалами дела, правильно? Нет, нет. Вам ответы присылали о том, что можете прийти тогда-то и ознакомиться с материалами дела? Нет. Пишите в ККС, в квалификационную коллегию судей, в совет судей, президенту, в Госдуму, во все инстанции, ФСБ и так далее. По списку сами все найдете. У полномочного по правам человека и так далее. Пишите жалобы, что такого-то, такого-то числа через канцелярию зарегистрировано обращение с требованием ознакомиться с материалами дела. Согласно норме КАС или УК, в зависимости от того, какое у вас дело, административное, уголовное, либо гражданское, обязаны ознакомиться с материалами дела в такой-то срок. Сроки нарушены, до сих пор не ознакомлены. Увендовление ответа нет. Написали ФСБ, написали полномочным по правам человека, в Следственный комитет написали, что мы немедленно прекращаем полномочия тех, кто работает по несвоевременно опубликованным законам, согласно определению Конституционного суда 65-О. Идет отписка, переадресовка, затягивание времени. Но я на расстоянии делаю по электронной почте. Я пишу от общественной организации, пишу у нее статут «Человек», «Суверен». Начинается просто оттягивание времени, отписки, ни о чем просто ответы. Мы переслали туда-то, мы переслали туда-то. Вот это все тянется два месяца. Вы свое обращение на ознакомление с материалами дела на кого адресовали? На председателя суда. Да, нахожусь далеко вообще. Я не могу ознакомливаться с материалами дела, я нахожусь далеко. Нет, вот мы тут с места писали на председателя суда. В отношении председателя суда в прокуратуру заявление с требованием возбудить административное дело по статье 5.59. Прокуратуру писала я. Что прокуратура ответила? Постановление... Преадресовала Верховный суд. Я же говорю, идут отписки тупорылые вообще. Отписки идут. Туда-сюда гоняют как мячик. У нас все материалы дела на сайте есть. Я вам скину ссылку потом. Там около 50 документов. Все понятно. Вы как-то этот процесс освещаете через средства, не знаю, социальные сети или у вас YouTube канал есть, свои страницы в социальных сетях? Канал есть, Facebook есть, ВКонтакте есть, сайт есть, все есть. Вы вот этих лиц должностных, которые нарушают законодательство и пишут отписки, выявляете? Вы их фамилии, имена, отчество озвучиваете в интернете? Конечно, на сайте все есть, да. Может, YouTube их надо пропустить? В YouTube у меня есть заявление ФСБ Воронину, есть требование предъявить полномочия судьям, есть про Код Жохова, там не помню фамилию. Есть около пяти там роликов, все под запись я делаю. Когда я обращалась в полицию в первое время, я фиксировала КОСП, там тоже у меня все это под запись, телефонные разговоры все есть, на YouTube канале все есть, в Facebook все посты есть, все есть. Вы их как показываете вообще? Вы их в видеороликах показываете, их лицо, именно чтобы было их лицо, фамилии, имя, отчество и какое должностное преступление он совершил? Я же говорю, что я нахожусь на расстоянии, я по телефону с ними общаюсь. Ну вот в этом проблема, их нужно, даже если на удаленном расстоянии, я через интернет по фамилии, имени, отчеству нахожу их фотографии. И таким образом сопоставляю, то есть лицо должностное, фамилии, имя, отчество и какое именно правонарушение преступления совершено. Да, я искала портрет этого Код Жохова, просто там очень много фотографий, непонятно к кому это относится. На официальных сайтах нет их фотографий, чтобы слечить он это или нет. Я не понимаю, почему ты удаленно занимаешься делами, которые далеко от тебя находятся. Не, мы ей присылаем, Антон. А, ну вот так вы и снимите их на видео. Что вам еще? Одно видео, вот девчонки одно видео прислали охранника, то, что он обманул, не пропускал в канцелярию подать документы. Это вот буквально вчера, позавчера, ну, прислали один маленький ролик. Но следователя нет фотографий, ну, в смысле этих видео. Я сейчас объясню, потому что они прячутся от нас. Да, они прячутся, они просто не пропускают их. Они говорят, ну, вообще в следственные еле попали с Людой, потому что они нас не пускали, продержали нас минут 10 на улице, пока мы не сказали, что мы вызовем сейчас полицию и депутатов. Тогда открыли ворота, и мы зашли, и они все кабинеты, мы нагло зашли, не показывая ни паспорта, ничего, пошли по кабинетам. Оказывается, все оставались на месте. Единственное, что они от нас, Османова, самого спрятали. Мы его как-то не увидели в кабинете, хотя кабинет был открыт. И поэтому что смогли, сняли. А кто такой Османов? Следователь Следственного комитета, который ведет непосредственно дело. У вас кто-нибудь есть со статусом журналиста? Вот Людмила подсоединилась. Людмила, слышишь? Да, слушаю. Слышно вас? Да, слышно. Антон, добрый вечер. Всем, ребят, привет. Ну, что хочу сказать, там же решение Верховного суда, черным по белому написано. Прочтешь, я сейчас скину. Там, в общем-то, все в пользу Евгении. Там нет никакого нарушения. И то, что мы их прихватили на их нарушениях, вот они это все скрывают и пытаются все завуалировать под какое-то дело. В материалах дела вообще ничего нет, кроме наших зарегистрированных бумагах Следственного комитета. Людмила смотрела материала дела. Ребята, ребята, тут речь не об этом, не о Верховном суде, а о том, куда вам дальше двигаться, потому что вы очень много делаете, я так понял, у вас ничего не получается. Вопрос в этом, правильно? Правильно. Но они же не подпускают, якобы мы без юридического образования. А вам и не надо юридическое образование. Погласно. Смотрите, вы просто берете любую отписку должностного лица и, допустим, я не знаю там. Они еще никто не дал ответы нам. Никто еще за месяц не дал ответы. Ну, как-то не дал, если вам народ говорит, что постоянно отписки присылают. Не, это были в начале, в первый месяц. Только спускают, что якобы спускают для рассмотрения, в нежестоящие и так далее, для проверки. Никакой еще... Стоп, 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 стоп. Спускают каким образом? Покажите мне хотя бы одну отписку и обратите внимание на номер регистрации. Какой номер регистрации? Озвучьте его. Хорошо, накидаем сейчас. Антон, давайте это попозже, это ни о чем. Я сейчас вам скину ссылку на сайт, вы посмотрите. Давайте по делу. Мы сейчас не будем разрываться, давать вам эти отписки. Подождите, подождите, это и есть по делу. Если вы сообщаете о совершенном преступлении, о наличии признаков преступления в действии... Считают нужным это... Подождите, пожалуйста. Мы сейчас не будем в прямом эфире искать вот эти вот документы. Это же не так делается. Я понял. Это же нужно вам сесть и посмотреть, там 50 документов. О чем вы говорите? Мы сейчас бросим все дела, будем искать вам эти... Сейчас давайте по делу просто. Светлана. Или перенесем тогда, перенесем тогда, потому что сейчас ни о чем. Светлана. Вы меня слышите? Я вас слышу. Я с вами согласен, что мы не будем искать. Так вы, пожалуйста, послушайте меня дальше. Я и без всяких этих примеров вам расскажу, что нужно делать. Вот говорите, да. Ну, так вы меня перебивайте постоянно, не дайте говорить. Смотрите, вы берете любую отписку от любого должностного лица. Ну, допустим, от прокуратуры. Они любят присылать уведомления, что ваши там... Если вы пишете заявление о совершенном преступлении, а вам приходит отписка с регистрационным номером без букв КП, то есть зарегистрировано в книге учета совершенных преступлений, то это уже, в принципе, должностное преступление, это укрывательство от учета совершенных преступлений. Вы просто этого прокурора, первого попавшегося, кто вам такое уведомление присылает, вы подаете на него в суд, жалуете его Денета, незаконные действия, поднимаете 45-й приказ, 212-й Генеральной прокуратуры, там четко написано, что сообщение, содержащее признаки совершенных преступлений, должно быть зарегистрировано в книге учета совершенных преступлений и поставлено на учет и отправлено в следственные либо дознавательные органы с требованием провести проверку в порядке ОПК 141, 144, 145. Если этого не написано в отписке, то это уже повод вам вытащить его в суд. А в суде вы уже будете, сами понимаете, вы будете владеть процессом. Смысл понятен? Понятен. У меня то же самое творится до сих пор. То есть у меня за год отправлено более тысячи всяких обращений, это более 10 тысяч страниц. То есть высотой, выше моего роста, где-то по 2 метра стопка бумаг наших заявлений о совершенных преступлений находится только в Следственном комитете и в прокуратуре города Сругут, не говоря уже о других инстанциях. Я понял, что этим всем бесполезно заниматься, пока мы их в суд не вытащим. Вот так одного, двух, трех прокуроров вытащим в суд, и остальные начнут задумываться, что надо бы как бы соблюдать эти приказы, которые они давали присягу, что обязаны соблюдать. Мы решили, что не просто там какого-то начальника отдела зацепить, мы зацепили сразу прокурора города Сругут и в качестве соотведчика прокурора округа. Все, в принципе, это громкое дело. Антон, а что если они скажут, что вы отношения не имеете к ней никакое, ни родственное никакое? Они же могут отписками манипулировать. То есть вы изучаете чьи-то другие интересы? Нет, но они скажут, вы какое отношение к ней имеете и могут манипулировать тем самым. Не понял, кто к кому какое отношение имеет? Суд может нам отказать. В чем? Защитит. Я не понимаю вопрос. Мы же подавать будем на действия прокурора, на бездействие вернее, что он не принимает никаких мер. Причем трогать отношения? Какие отношения имеются в виду? Это же по ее действию. Скажут, вы к ней какое отношение имеете? Кого ее? Вы о ком говорите? Евгению Константиновну. Нет, ну ты же, мы же пишем от себя на обращение. И нам, соответственно, пусть нам отвечает на то, что мы пишем. Если это неправомерно с их стороны, соответственно, мы и подаем их, тянем в суд. А, если вы совершаете совершенное преступление в отношении кого-то, а не вас, да? В этом случае? Да, да. А, ну тогда вам нужна доверенность на представление их интересов. Нотариально заверенная. Ну, она есть доверенность. Она дала, она подписала. Они не обращают на это вообще никакого внимания. Мы это везде рассылаем, указываем на это. Ну и все, в суд подавайте. Хорошо. Но это у нас следующий шаг и планировался. Просто мы тут все не юристы, пока мы прошли вот эти все отписки. Сейчас у нас, да, мы сейчас готовим в суд. Истам вообще берег нельзя. Так я тоже не юрист. Да, и договор публичной оферты готовим на затраченное время. Он у нас уже акцептирован этими службами, потому что я их устно предупредила под запись аудио, письменно предупредила. Плюс мы им предоставили самоидентификацию Евгении. То есть у нас все мы досудебные, так сказать, уведомления мы отправили. То есть они получили, печати свои поставили. Семь дней прошло. То есть они не протестовали стоимость личного времени. Светлана, ты мне подскажи, вот по этим офертам кто-нибудь когда-нибудь вытащил с кого-нибудь какие-нибудь деньги? По моей оферте мне Сбербанк отменил арест с двух счетов. Но я не уверена, что именно из-за этого. Но больше причин других не было, как бы. То есть они просто написали мне отписку, что нет, мы не можем. А реально сняли и написали такие воровские смс-ки, что у вас снят арест со счетов. Я поняла, что это оно. Одно дело поняла. То есть это как-то неофициально. Одно дело поняла, и одно дело, что сняли арест, а не именно деньги. Понимаешь, я тоже делал такие оферты голосовые, что одна минута общения со мной стоит один грамм золота. Но это не значит, что у меня полный карман золота теперь. Но это ни у кого не получилось пока. Пока это только другие методы воздействия. В плане, например, мне стали отвечать очень быстро, например, на мои письма. После того, как я включаю оферту, мне отвечают через полтора часа, например, некоторые организации. Ну, я вижу какую-то пользу. Но, конечно, деньги мы, естественно, ни с кого еще не взяли. Мы еще и не подавали, в общем-то, ни на кого, ни разу. Так вот, подавайте в суд, истребуйте это все. Так вот, вы как раз нас поймали на том, что мы как раз вот сейчас этим и занимаемся. С юристом, с одним, с Марьяной. Вот, просто сейчас компонуем все. У нас рэперные точки все расставлены, все отписки получены, документ оборот огромный. Теперь мы начинаем уже компоновать исковое заявление на затраченное время Евгении, на затраченное время нас, всех человеков и граждан. Смотрите, алгоритм действий простой. То есть вы пишете... На освещение, как пресс-то массовой информации и так далее. Мы как раз сегодня это обсуждали и готовим сейчас это дело. Петлана, послушай, пожалуйста. У нас вообще никаких писем не было. В первом месяце у нас вообще никакой информации не было. Даже полтора, наверное, месяца. Мы вообще ничего не знали. То есть, ну, полностью закрытые двери, все. То есть мы только вот начали получать информацию, вот в феврале. И начали дальше уже действовать. У меня уже написаны письма ФСБ, КБР, ФСБ России, Следственный комитет КБР и России, прокуратура, полиция, Уполномоченный по правам человека, Комитет Госдумы и так далее. Ну, везде, Министерство юстиции Российской Федерации, Везде написано все, от организации я пишу. Вот. И, ну, пока, пока вот эти вот перекидывания мячиков только идет, Мы пришьем ваше к делу, к такому-то. Мы переправили Верховный суд. Дальше мы приняли протоколом номер три, Собрание многонациональных коренных народов, Немедленное прекращение полномочий всех структур, Работающих по несвоевременно опубликованным законам. Там же у нас зашит договор публичной оферты, то же самое. В Следственном комитете поставлена печать, Уведомление, что они это получили 26 декабря 2019 года. Вот. Теперь мы все будем компоновать, Все в эту логику, Встроенный ряд с помощью юриста. Вот. Посмотрим, что получится. Вы так смотреть можете бесконечно. Вы послушайте, пожалуйста, Какая у нас есть практика, И какой алгоритм я предлагаю. Я все, все вот это, то, что... Какие успешные, успешные результаты у вас есть? Есть, конечно. У этого алгоритма? Есть, конечно. Какой? И этот алгоритм не мой, Мне его дали. Меня обучали. Мне показали результаты, Что есть такие результаты. Я их сам посмотрел все. И сейчас я тем же путем и иду сам. А какой результат, что именно получилось? Результат заставляет прокуратуру Возбуждать уголовные дела. Ну, не саму прокуратуру, А чтобы прокуратура не отписку присылала, А присылала уведомления, Которые положены по закону С буквами КП, То есть зарегистрировано в КУС, Книги учета совершенных преступлений, И пересылает, допустим, в МВД, И прям пишут, Направляем для проведения проверки в порядке УПК 144-145, И с вопросом о решении возбуждения уголовного дела. И все, МВД деваться некуда, Они либо возбуждают, Либо отказывают в возбуждении уголовного дела. Возбудили? И возбуждают, добиваются, Если даже отказ, Отказ обжалуется. Антон, расскажите нам алгоритм действий. Ну вот я и хочу вас к этому подвести. Смотрите, Заявление о совершенном преступлении в порядке УПК 141 Должно направляться в первую очередь в прокуратуру. То есть они уже должны сами определять, Кому, Куда это направить. Либо в МВД, Либо в Следственный комитет. 99% что вам придет отписка С регистрационным номером там с буковкой Ж или Р. Это значит, Либо же рассматриваю как жалобу, Либо как простое обращение в порядке 59 ФЗ. И там обычно текст такой, Что направляем для обращения, А, Направляем для рассмотрения обращения такого-то, Для принятия решения по существу. Ни слова об УПК, Ни слова о КУСП, Ни слова о проведении проверки в порядке УПК 144-145. Вы эту отписку ловите, У меня есть образцы, Я вам сейчас вышлю, У меня на странице есть эти образцы, Как правильно обжаловать данную отписку. То есть главное до суда обжаловать вот это незаконное решение. Вы его обжалуете, И как только вам приходит любая отписка на это обжалование, Скорее всего отписка придет. Вы заявляете о совершенном преступлении, Вам приходит отписка, Вы ее обжалуете, Чтобы в суде уже у вас иск был, С тем, Что вы прям пишете иск. Следующий этап это вот подать иск в суд, На обжалование действий без действий должностного лица. И вы в иске прям пишете, Что такого-то, Такого-то числа, Отправил заявление о совершенном преступлении, Мне пришла отписка, Я ее обжаловал, Данную отписку шила, Считаю незаконной, Нарушены мои права, Нарушены там нормы УПК, Уголовно-процессуального права, Нарушены законы, Приказы генерального прокурора, 45-й, 212-й, В общем, все это описываете в иске, И подаете в суд, Привлечь должностное лицо к ответственности, И признать его действия незаконными, Обязательно провести проверку, Согласно законодательству, В порядке УПК 144-145, И направить в орган дознания, Либо следствие. И подаете в суд, В суде, Причем вот это все надо параллельно Озвучивать и освещать Через социальные группы, Там, Ютуб канал и так далее, Чтобы все все знали, понимаете? Когда вы в суд подаете этот иск, Вы тут же ходатайство, Как только у вас его приняли, Вы ходатайство, О ведении аудио, Письменного протокола, И самое главное видео, То есть будьте готовы сразу Ввести прямой эфир оттуда, И вы в прямом эфире будете прокурора, Вы его будете допрашивать, Вы его прям вызываете, И делаете ходатайство, Вызвать в качестве свидетеля, И прям допрашиваете его. На этой неделе должно было состояться Первое заседание, Где ответчиком выступает прокурор города. Правда, Леонид Балин не пришел. Балин, а что ж ты не пришел-то? Что ж ты даже представителей не прислал? Специально затягиваешь процесс, Я так считаю. Если тебе нечего бояться, И все твои действия законные, Что ж ты не пришел-то? Я вот пришел, Я действую по закону. Официально по уважительной причине. Правда, Леонид Балин, Еще раз. Они заявляют в конце, Что он не пришел по уважительной причине. Это не соответствует действительности, Потому что на момент заседания, 19 ноября, Есть аудиозапись, Которую мы ввели во время заседания. Шерстобитов, Лицо в черной мантиях, Заявил во всеуслышание, Что причина явки неизвестна. И Балин был извещен должным образом. У нас судебное заседание, Не явился прокурор города в кругу. Извещен надлежащим образом, Причина явки неизвестна. Причина явки неизвестна. А сейчас они заявляют, Что причина у него уважительная. А какая причина? Почему нам не сообщили? Анит Балин не пришел. Официально по уважительной причине. Причина явки неизвестна. Решение должны принять, Что вы будете делать с этим. Я сейчас скажу об этом решении. Ой, да ладно, не прошу. Сейчас попозже. Пожалуйста. Здравствуйте. Действительно. А вы почему в суд не являетесь? Безуважительной причиной. Есть по качеству питьевой воды На сегодняшний день решено следующим образом. Питьевая вода соответствующего качества. Заняты были? Или болели? Антон Николаевич Булгаков. Вы меня прекрасно знаете. Сейчас, Антон Николаевич, Можно я вас попрошу Оно времени не говорить? Можно я вас попрошу? Да, я тогда, Когда возьму слово, Поговорю с прокурором. Да, конечно. Благодарствую. Вы его будете допрашивать. Вы его прям вызываете, Делаете ходатайство, Вызвать в качестве свидетеля. И прям допрашиваете его. На каком основании Он нарушил приказ генерального прокурора. Номер 45, номер 212. И пускай отчитывается. И прям попутно ему зачитываете. Понимаете? Он, Самое главное, То, Что он будет перед вами Оправдываться в прямом эфире. Вот что главное показать. Понимаете? И для них, Поверьте мне, Когда прокурор любого Вытаскивают в суд, Для любой прокуратуры Это ЧП мирового масштаба. Масштаба страны всей. Об этом сразу сообщается В генеральную прокуратуру. И как только вы Одного, Двух, Трех вытащите, Признаете их действиями Незаконными. А признание действиями Незаконными, Это что значит? Это значит, Не соответствует должности. Это значит, Есть все основания Его уволить. Правильно? А начальника следственного комитета Тоже же можно так Вытащить в суд? Любое должностное лицо. Следственный комитет, Любой госслужащий, Любой начальник налоговый, Секретарь налоговый, Не важно кто, Понимаете? Прокурор, Следователь, Участковый, Любое действие Любого должностного лица Может быть обжаловано. Иск в суд подается Легко и просто. Образцы есть. Стоит это 300 рублей госпошлина. Любого прокурора, Любое должностное лицо, Которое нарушает Свою присягу И законы РФ И там приказы Можно вызвать в суд Всего за 300 рублей. И показать это В прямом эфире все. Понимаете? Как он перед вами отчитывается. А вот это давление суда Вот этой обстановки Не каждый выдерживает. Понимаете? И там люди аж заикаются. Я сам это видел. Заикаются И слова теряют. И мыкают, И акают, И бэкают. И когда вы вот суд Вы вытащите Одного, Двух, Троих, Остальные задумаются. А стоит ли вообще Вам отвечать И иметь с вами дела. Понимаете? Вот вам действенный способ. Я сейчас иду этим путем. И пока все получается. А простые можете нам сказать? Да он сказал уже может. Людмила, Ты что, Что-нибудь тоже Скажи. Что мне сказать? Спросите, Я скажу вам. Я сам, Кто нам согласен? На ютубе, Послезавтра Состоится. На ютубе Можно прямую Трансляцию сделать, Чтобы сразу, Прям, Сразу заходите, И сразу передается. Подавала, Поэтому мне это тоже Знакомо. Только я тут Пасовала в том, Что Это я не в адрес Себя продаю, А за Евгению Константину, Поэтому для меня Это было шок, Что они могут отказать. Так как они Вообще не реагируют На нас вообще никак. Я в чат скинул ссылку На пакет документов, Вообще все документы Я к всем своим видео Прикладываю На канале Сургуднадзор 2 Можете там Это Ну там Если К видео есть ссылка И комментарии То обязательно Там пакет документов. Да, Благодарим. Да, И по поводу прямых эфиров. Прямой эфир Можно вести не только Через ютуб, Но и через вконтакте. Но я вам советую Именно через ютуб, Потому что вконтакте Бывают задержки И там Прямую запись Из вконтакте Вытащить невозможно. Ну почти невозможно. Там приходится С экрана Это все записывать. То есть Так называемым Методом грабирования Вытаскивать это видео. Поэтому лучше Через ютуб. Но чтобы вести Прямой эфир Через ютуб Необходимо, Чтобы на канале Было как минимум Тысяча подписчиков. Поэтому ищите человека У которого есть ютуб. Либо просто Видео записывайте Потом будете Выкладывать на ютуб. Либо ищите человека У которого есть Безлимитная симка Интернета И ютуб канал С тысячу подписчиков Минимум. У меня пока Пятьсот шестьдесят. Ну вот Ребята Я вам говорю Вы все что делаете Снимайте видео Короткие, ясные Найдите монтажера Если сами Не можете монтировать Записывайте видео Вон как Мелехова делает На себя телефон Направила Поговорила Полчаса Готовое видео Сразу разместила Кто вам такое мешает? Делайте Свои ютуб Каналы Рассказывайте О результатах конкретных Инструкции давайте народу Делитесь успешным опытом Просвещайте народ Я еще написала В Роспотребнадзор Жалобу Начала Искать К чему к ним Прицепиться На сайте СИЗО Один Указана неправильная Электронная почта С которой приходит Письмо Что ответ Не доставлен Что почта Не существует Я написала В Роспотребнадзор Жалобу На то Что они дают Недостоверную информацию Я потратила Кучу времени На это И так далее Включила им счетчик Написала Что я вынуждена Была отправить Там Владимир Он потратил Деньги на бензин Включила счетчик Вот Посмотрим Что там будет Я вам еще Советую Почитать Мою страницу Вконтакте Сургутнадзор Я там Вот такие Отписки От прокуроров Постоянно обжалую Но пока Как говорится Тренируюсь То есть Я себе Поставил задачу Научиться Обжаловать Любую отписку Я такие Шаблоны Там всякие Эти примеры Размещаю У себя на странице В принципе По каждой Такой отписке Их можно каждого В суд Вытаскивать После обжалования То есть Алгоритм простой Заявление О совершенном Преступлении Получили отписку Обжаловали ее Получили Опять отписку На свою жалобу Или вообще Ничего не получили И в суд За 300 рублей Под прямой эфир В суд В суд Это прям Надо Тем более Мы будем Пробовать Пробивать Деньги У них Потому что Они что-то Вообще Расслабились Юридические лица Сажают людей По решению Суда Если Суд Признает Действия Должностого Лица Незаконными То вы имеете Полное право На компенсацию Еще Морального Вреда Понимаете Да ребят Сейчас денег Заработаем Так что Вы сначала Научитесь Это все делать Потому что Мы сейчас Будем прокуроров По второму кругу Судить Здесь в Сургуте Потому что У нас тут тоже В закрытый режим Все перевели Незаконно Но мы Апелляцию Выиграли В округе Хмал И причем Выиграли вслепую Вот посмотрите Видео Там сплошные Препятствия были Все 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 мои Ходотайства 19 Отклонили С материалами Дело не ознакомили Ну все то же самое Что у вас Однако мы Выкрутились И решение Первой инстанции О переведении В закрытый режим Отменено В полном объеме Понимаете Это прецедент Того круга Мы создали Ни разу Решение Иск против Прокурора Прокуратуры Города Сургут Не было Отменено В полном объеме Так что действуйте Можете вообще Подождите Нам бы Опыт Документы Вот скинь Будем благодарны Потому что Тоже время Тратиться На вот это Составление Документов Много Документы Все готовы Я им Все Вам Все вам Их Выложил Пожалуйста Берите И действуйте Единственное Что я не выложил Это Отводы И всякие Такие Секретные Документы Которые Пока Не светю Потому что Они мне Сами пригодятся Потому что Меня Не Мы можем С тобой Мы можем С тобой Поделиться Документами Протокол Номер Три Где мы Уже Прекратили Их полномочия То есть Мы уже Их Уведомили Что их Полномочия Прекращены Потому что Мы их Прекратили Собранием Народов Народ Высшей Власти Статья Три Кого Их Источник Суды Все Структуры Которые Работают По несвоевременно Опубликованным Законом Согласно Их Определению Конституционного Суда РФ Ну и что Они что Все Поувольнялись Что Суды Закрылись А мы Еще Не Доделали Это Мы Мы Пишем Потом Получаем Ответы Отписки Мы В процессе У нас Первый Месяц Вообще Никто Ничего Не Отвечал Мы Вообще Мы Ничего Не Знаем Вы Мне Предлагаете Ввязаться В сомнительное Мероприятие Результатов Которых У вас Еще Нет И Не Предвидится Правильно Нет Я вам Предложила Воспользоваться Нашим Документом В обмен На Благодарность Что Мы Пользуемся Вашими Всего Лишь И Все Мне В принципе Достаточно От вас Слов Благодарности Я Не Не Тружусь За Какой Там Взаимодействие За За Мзду Как Говорится Там Или Еще Что За Деньги У Меня Безоплатный Труд Во Все Общее Благо Пожалуйста Берите И Пользуйтесь Но Дело Не В Просто Так Мне Предлагают Давай На Судьи Напишем Затребую Что у них нет Полномочий Потом Список Магнитского Включим Я Говорю Стоп А Есть Успешный Опыт Включения Списки Магнитского Нет Я Говорю Ну а Что Вы Мне Тогда Предлагаете Заняться У нас Кстати Есть Успешный Опыт Когда Мы Приняли Верховном Ну Это Евгения С Татьяной Там Суд У нас Был Верховный Военный Трибунал Они Приняли Решение Значит В СИН Принял Этот Документ Дальше Я Еще От Ассоциации Писала Им Требования И То Что Вот Этот Протокол Номер Три О Которым Я Говорила Мы Им Отправили Так же Что Мы Немедленно Прекращаем Полномочия Конечно Они Никуда Не Убежали Но Они Освободили Человека Из Тюрьмы В Которой Он Сидел Много Лет И Перевели Его В Другие Облегченные Условия Уже В качестве Сотрудника Как Будто Дали Ему Работу То Завуалированная Победа Такая То Это Результат Есть На Дальнем Востоке Это Сомнительный Результат Это Скорее Сюда Из Шумихи Сделали А может Из-за Того Чтобы Дальше Не Раскручивали Но Это Ваши Домыслы Антон Я Вам Говорю Реально Нам Надо Конкретно Что-то Сработало Антон А в Суде Вы Сами Вы Выступаете Да Я Сам Выступаю Я Принципиально Не Хочу Си Ни Адвоката Ни Представителя Ни Защитника Я Сам Устоятельно Но Это Вы Защитайте Сами Себя Если Мы За Кого То Пишем И Отстоять Права Человека Который Допустим Сейчас Сидит Может Только Адвокат Правильно Мы Не Можем Сами Выступать Там Да Поэтому Нам Надо Адвоката У которого Есть И Юридическое Образование И Документы Или Доверенности От Того Кто Сидит Правильно Вам Не Просто Адвокат Нужен Вам Нужен Адвокат Который Пойдет Против Системы А Таких Адвокатов Нет А Как Быть Тогда А Как Получать Юридическое Образование Получать Статус Адвоката И Действовать Но Это Вас Не Застрахует От Того Что Через Месяц Вас На Пустом Месте Лишат Статуса Адвоката Это Ловушка Системы Вот Вот В этом Вся Загвоздка Что Не Пойдет Этот Кат Который Мы Пытаемся Искать Ребята Не Понимаете Вы Этого Извините Что Перебило Тебя Все Правильно Говоришь Есть Ловушки Системы Которые Невозможно Обойти Но Можно Придумать Решение Всегда Можно Придумать Решение Так Что Чавица Не Нужно И Вот Это Все Безысходно Все Все Не Так Есть Инструменты Действующие Есть Девчонки Говорите Поочередно Я говорю В суде Некому Выступать Вот Именно От Ее Имени Адвокаты Не Пойдут Поэтому Приходится Просто Писать Бумаги А Почему Общественного Представителя Без Юлиотического Образования Тоже Не Допустят Зачать Адвокат Пойдет Если Ему На руки Дать Очень Большую Сумму Он Пойдет Чьей он Сторону Возьмет Да Не важно Чем Сторону Возьмет Вы Можете Сами Грамотно Составлять Документы Адвокат Вам Нужен Будет Как Переносчик Ваших Документов Он Просто Придет Зарегистрировать Канцелярию Или Во время Судебного Заседания Вытащит Ваш Документ Положит Передаст Судебного Пристава Тот Передаст Суде Все Что От него Требуется Это Передавать Ваши Документы Вы Будете Документы Составлять Адвокат Будет Просто Передавать Ваши Документы Вот И Вся Его Функция Будет Вам Просто Надо Сказать Немножко Идут Против Системы Ради Того Чтобы Раскрутить Своё Имя Ну Что Есть Еще Какие Вопросы Светлана Ты Говоришь Или Что Нет Вопрос Владимир Людмила Вопросы Еще Есть У Меня Такой Вопрос Почему Они Отсекают Общественного Представителя По Доверенности Это По Какому Делу Уголовному Да Ну Потому Что По Уголовке Там Адвокат С уголовным Делом Мало Сталкивался Но Насколько Я знаю Там Только Адвокат Может Представлять Интерес Почему Адвокат Потому Что Там Какая Тайна Это Типа Оперативно Развесные Мероприятия Там Еще Какие Ну Короче Там Нужен Статус Адвоката Именно Чтобы Иметь Доступ К Секретным Материалам Которые Не Подлежат Общественному Разглашению Какого Разыскивать В этом Деле Мы Уже Без Них Разведывали Все Уголовного Та Дела Нет Доказательств Нет Свидетели Не Опросили За 55 Дней Ни Разу Нет Там Этого Дела Я Сейчас Не могу Ничего Сказать Я вам Говорю Факты Которые Есть На Самом Деле За 55 Дней Мы Это Все Письменно Указали Ни Одного Свидетеля Не Опросили Со Стороны Обвиняемой Якобы Обвиняемой Она Не Может Являться Обвиняемой Если Она Не Была Даже Подозреваемой И Как Всегда Хочется Этого Понимаете Не Совсем Понимаю Потому Что Нужно Смотреть Материалы Дела Что Там Что За Дело И Так Далее Я Вам Говорю В основном Про Отписки Как Правильно Вести Переписку С С С Как Эти Отписки Которые У вас Уже Горами Скопились Как Их Правильно Обжаловать Это Вот Только Через Вытаскивание В суд Я Так Понял Антон Что Сейчас Вот Ту Переписку Которую Мы Вели Да Мы Как Общественно Сможем Ее Продолжать Да И Затаскивать Их Комато Суды И Опираясь На Их Отписки Не Только На Их Отписки Но И На Ваши Обжалование Этих Отписок То Есть У вас Должна Быть Пара Отписка Плюс Ваше Обжалование Данной Отписки И Вот С Этой Парой Вы Можете Ити В суд Это Получается То Что Мы Параллельно С другой Сторон Нападаем Только Как Общественно Так Ну По сути Да Это Идет Нападение Вы Уже Суд Не Как Там Ответчик Или Как Слушатель Идете Оправдываться В суде Они Они Этого Очень Не Любят Людмила Что Скажешь Более Того Это Все Остается В Истории То Представьте Вот Прокурора Города Сургут Сейчас Привлекут Да Признает Его Действия Незаконными То Это Решение Останется Навсегда В История Интернета Ну Мало Того Что В Судебной Практике Так Еще И Видео Будет Обязательно И Тексты И Образцы Я Уже По сути Выложил Все Образцы Как Прокуроров Привлекать К суду И Вот Прокурор Балин Города Сургут По сути Будет Первопроходцем В этом Деле И Вся Страна Весь Мир Узнает Что Прокуроров Теперь Можно Привлекать К ответственности А мы Не Остановимся На этом Понимаете Мы Начнем Требовать Моральной Компенсации Потому Что У нас Стопка Наших Обращений Выше Моего Роста Представляете Какую Можно Моральную Компенсацию За все Эти Гонения За пытки То Что Меня Пытали Электрошокером Поодевали Пакет На голову За все Это Нужно Моральную Компенсацию Получать И Куда Этот Прокурор Которого Уволили За то Что Он Не Соответствует Занимаемой Должности Куда Он Потом Устроится Ему Фамилиями Отчества И Тем Не Менее Его Назначили Начальником Полиции Так Им придется Не просто Фамилии Отчества Менять Им придется И пластическую Операцию Делать На лице Понимаете Потому что Его лицо Было Высвечено Вот Для этого Делается Все Чтобы Потом Ну Я не знаю Там Здесь все Продать И уехать Куда Ни Там В какую Ни Страну Иностранную И там Спокойно Доживать Свою Старость Вот У него Единственный Выход Будет Понимаете И то Его Там Достанут Скажут А это Прокурора Которого Засудили В России Вот Он Приехал Здесь Типа Отдыхать У нас Вся Загвозка В том Что Вы Защищались Ребятам В суде А у Нас Здесь Совсем Мы Писали Наоборот На Бездействие Что Сидит Человек Незаконно Поэтому Как бы Нужен Адвокат Адвокат Адвокаты Такие Что Веры Нет Я Так Понял Вы Сейчас За Тяжелую Артиллерию Взялись Потому Что Уголовно-процессуальный Кодекс Это Тяжелая Артиллерия Там Все Очень Строго Я Сейчас Ковыряюсь В Болоте Под Названием Кодекс Административных Правонарушений Адмистративного Судопроизводства То Я Должностных Лиц По Адмистративному Судопроизводству Привлекаю К ответственности Что Требую Признать Их Действия Незаконными Антон А мы Пишем Наследователя Так Как Он Нарушает Многократно Права Человека Указываем На факты Излагаем Доказываем Прикладываем И Его Нарушение Никто Не Видит А Увидит Ли Это Суд Его Родной А вы Заставьте Я Он Дал Полный Пакет Документов Я Согласна С документами Понятно Я Подавала Также На прокурора На следователей И они Их Покрывали Круговая Порука Была Так Вы Поймите Что Вы У вас Уже Были Такие Суды О которых Я Говорю Да Были Вы В прямом Эфире Их Освещали А В прямом Нет Ну Так А чем Вы Мне Говорите Что У вас Были Такие Я Вам Говорю Именно Ну Извините Ну Не Такие Как У вас Публичных Не Было Согласна Я Вам Говорю Что Главная Связка Это Именно В прямом Эфире Чтобы Прокурор Перед вами Отчитывался Допросить Его Не Просто Как А еще Как Вы Заходите С камерой Как Вам Разрешают Съемку Делать Они Бегают От Камеры Да Бегают Запрещают Я Сейчас Не Снимаю Я веду Аудиозапись Только Они Бежат Камер Бегают Да Именно Поэтому И бегают Что Они Боятся Засветить Свои Должностные Лица Единственная Ценность У Должностного Лица Это Его Лицо И Его Должность Все Заключено В этой Фразе Должностное Лицо У него Только Две Ценности Должность И Лицо Должность Его Можно Лицо Лишить А Лицо Ему Придется Потом Прятать Из-за Того Что У Него Нет Должности Вот И Все Так Вот В этом Та И Задача Чтобы Его Не Просто В Суд Вытащить Для Себя Лично Вот Я Вытащил Все Я Добился Я Такой Молодец Или У Меня Вот Ничего Не Получается Какая Разница Получится Или Не Получится Результат Совершенно Не Важен Главное Осветить Процесс В Эфире Показать Антон Да Я Так Понимаю Что Мы Берем Всех Тех Кому Мы Писали Обращение Да Начиная С Следственного Прокурорских Всех 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 Не Надо Возьмите Одну Вот Берете Там Я Не Знаю У 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 Отписки Которые Вы Обжаловали И Получили Отписки Так Вот Выберите Такую Отписку От Которые Они Не Смогут Открутиться Понимаете Вот Там Обязательно Должно Быть У У У У Заявление О Совершенном Преступлении На Признак Преступлении Если Вот Эта Фраза Есть Они Проверку Не Проводили То Все Считайте Вы Их Подловили И Берете Вот Эту Цепочку По Одному Только По Одной Только Отписки То Заявление О Совершенном Преступлении Отписка И Обжалование Вот Три Документы И Их Вы Ложите В основу Своего Искового Заявления Что Действие Должностого Лица Законы Все Это Расписывайте И Подаете Суд И Вызывайте Его На Допрос В качестве Свидетеля В процессе Суда Под Прямой Эфир Под Видео Под Простое Видео Под Прямой Эфир Даже Если Вам Видео Не Разрешат Вы Аудио Запишите Потом Картинки Поставляйте На Ютубе Разместите Главное Записать Этот Процесс Показать Всем Что Так Можно Делать Понимаете Благодарю Антон Возьмите Одно Какое-то Конкретное Дело Сосредоточьтесь На нем Вы Должны Создать Прецедент У себя Там В Кабардини Или Там Где Вы Находитесь Не Важно Прецедент Что Любое Должностное Лицо Можно Вытаскивать Суд И Чтобы Оно Оправдывалось А Результат На самом Деле Не Важен Вы Можете Если Они Затягивают Процесс Это Это Только Хуже Им Чем Больше Они Будут Затягивать Процесс Тем Больше У вас Будет Наглядных Материалов Для Народа Вот Смотрите Это Все Возможно Тем Больше У вас Будет Аудио Протоколов Тем Больше У вас Будет Письменных Протоколов Вы Это Все Можете Сопоставить Обжаловать Написать Возражнения Написать Жалобы В ККС Суды Это Все Через Видео Это Вытащить Прокурора Допустим Города Или Округа В суд В качестве Свидетеля И Прямо Как Это Вы Понимаете Вот Если Он Не Ответит На Вопрос То Ему Грозит Это Ответственность Он Подписку Дает Что Он Как Свидетель Обязан Отвечать На Вопрос Понимаете И Он Не Сможет Вам Отписку Прислать Как Обычно Сделается Или Сказать Что Я Понимаете И Все Это Не Просто Под Протокол Судебного Заседания Под Ответственность От Задачи Ложных Показаний Но И Под Видео Для Всех Вот В чем Смысл Я Тебя Понял Теперь Смотри Если Это Следователь Значит Мы Цепляем Его Начальника Да Не Обязательно Может Его Цепон Суд Или Сначала Район Мы Живем В Республике У Нас Тут Район Потом Верховный Суд Там Арбитраж Это Уже В Республике Я Вам Еще Раз Говорю Любое Должностное Лицо Можно Вызвать Суд За 300 Рублей Обжалуйте Его Действия Какой У Нас Смотри Районный Мировой Город Городской Нет Арбитражный Мировые Сюда Не Подходят Вы Та Либо В районный Городской Суд Либо В городской Суд Их там Несколько По городу Там Отдельные Районы В городе И они Разделены Специально Раздробили Потому что Город Большой А если У вас Город Маленький У вас Один Суд Городской Все Благодарю Благодарю А если У нас Значит Получается Такая Фишка Что Нам Здесь Отказывают В городском То Мы Тут Подаем Куда Мировой Что Значит Отказывает В чем Отказывает Принятие Иска На Каком Основании Значит Неправильно Иск Подаете У меня Не Отказали Приняли Хотя По идее Вот Я До Этого Это Мой Не Первый Иск Суд До Этого Я Раза Три Или Четыре Подавал В суд На Начальника Полиции С требованием Вернуть Незаконно Изъятые Вещи Так Мне Эти Иски Постоянно Заворачивали Но Ввиду Того Что Я Доходился В вынужденном Путешествии У меня С собой Был Один Рюкзак Там Это Ну Я Об этом Рассказывал Уже У меня Не Всегда Была Возможность Обжаловать Эти Решения И Там Правильно Переделывать Эти Иски А Когда Я Вот Здесь У себя Дома Мне Все Вещи Вернули Этих Всех Коррупционеров Поувольняли Из Полиции Которые Мне Мешали Которые Менее Вещи Похищали Сейчас У меня Вся Моя Техника Ну Мне Вернули Конечно Не Надлежащим Состояние Все Отформатировали Все Повредили Но Я Более Менее Восстановился И Сейчас У меня Есть Возможности Чтоб Любую Отписку Обжаловать Я Этим И Занимаюсь Если У меня Не Приняли Иски Они Прекрасно Знают Что Я Бы Сразу Это Начал Это Освещать Через Средства Массовой Информации Я Журналист Я Инспектор Общественного Движения По Бреби С Коррупцией Сразу Б Жалобы Пошли В Москву Напрямую В прокуратуру Генеральную У меня Много Много Методов Выходов На Определенные Круги Так сказать Определенные Рычаги У меня Есть В запасе У меня Очень много Козырей В запасе И они Это Прекрасно Знают Им Проще Принять И пойти На этот Цирк Который Они Устроили Чем Какие Дальнейшие Действия С моей Стороны Чтобы Я Принял Поэтому Пользуйтесь Думайте Вопрос Смотри Я взяла У следователя Этого Который Ведет Дело Уголовное Апелляционное Постановление Из материалов Дела За его Подписью На каждой Странице На этого Следователя Можно Подать В суд За что? Ну за то Что он Не исполняет Это апелляционное Постановление Где указано Что Здесь Надо Освободить И оно Во-первых Не имеет Юридической силы Так как Указано С нарушениями Именно Освободить 18 Января 2019 Года А надо было Указать 2020 Год На такого Следователя Можно Подать В суд Так как Он Использует Это Незаконное Апелляционное Постановление А так же Здесь В пользу Якобы Обвиняемой Указано Что ее Надо Освободить Постановление Отменить Мирового Суда Подожди Подожди Чтобы об этом Говорить Мне нужно Видеть документы У меня На это Времени Нет Я Вот Примерно Говорю тебе Примерно Говорю Что прежде Чем Обжаловать Действия Какого-то Слежа Подожди Да слушай Пожалуйста Ты задаешь Вопрос И тут же Перебиваешь Дай мне Договорить Судя по твоим Словам Я так понял Что у тебя Есть какое-то Решение Которое Которое Якобы Незаконное Так вот Теперь Нужно Во-первых Доказать Что оно Незаконное То есть Обжаловать Его В апелляцию Или там Вышую Инстанцию То есть У тебя Должно Быть решение Которое Отменяет Данное Постановление И либо Признает Его Незаконным Только Потом Ты можешь Говорить Что оно Незаконное Понимаешь Есть Такое Решение Оно Само Себе Говорит Что Оно Важно Неважно Даже если тебе Там картинку Измурзилки Пришлют Ты должна Обратиться В суд И доказать Что это Незаконная Картинка Измурзилки Которого нет Да Вот такой Абсурд Пойми Все основано На том Что у нас 90% Населения 90% Населения Верит Что все Это Существует И ты должна Придержиться Этого Если вы Будете Считать Если вы Перейдете На сторону Тех Кто На сторону Тех Десяти Процентов Кто В это Все Не Не Верит И Не Будете Учитывать Менение Тех 90% Которые Во все Это Верит То Вас Посчитают Сумасшедшими Тут Все Дело Веры Понимаешь И ты Должна Это Все Учитывать Так Народ Я Уже Устал Мне Еще Надо Видео Смонтировать И Пару Отписок Обжалуй Благодарить Есть Да Есть Огромное Сомнение У них Тут Настолько Сговор Настолько Мощность Между Прокуратурой Следственным Комитетом И Трудом Ну Вот Мы Попытаемся Конечно Я Пойду Он Может Сразу Куда Нем Верховный Подавать Зачем Городской Какой Республиканский Какой Верховный Вы Туда Во-первых Съездить Не сможете Ничего Ни С материалами Дела Ознакомиться Ни Это Ни Там Какие-то Свои Интересы Представлять Вам Нужно По месту Жительства Все Подавать Чтобы Вы В любой Момент Пришли В суд И С материалами Дела Ознакомились И На Любое Заседание Сам Могли Прийти Понимаете Ага Благодарю Понял Так Ну все Народ Благодарствую Тогда Будут вопросы Пишите И Смотрите Мои Видео На канале Сергуд Обзор 2 Там Я Это Все Поясняю Все Это Рассказываю Смотрим Соратников Смотрим Все Благодарствую Видео Скоро Размещу С нашей Безерой Мира Добра Всего Хорошо Продолжение следует